Выстава архитектурных макетов Антона Базиленки – своя особливая творчая справоздача за последние 4 годы его деятельности. И он – педагог Гомельского городского центра додатковой адукации детей и молодых, которые ведут объединения по интересах стендовое моделирование и архитектурное макетование. Дарыши по адукации Антон Базиленко – историк и ранее працевал по профессии у одной из гомельских школ. В эту деятельность и захватил его до творчества. Первые макеты автора выкрасывались как научный допоможник для учня на уроках истории. С часом хобби переросло у куда больше значный у его жизни заняток. Попытались представить особенности жизни крестьян. Это усадьба Мельника, это просто крестьянские усадьбы. Имеются макеты, которые отражают историческое прошлое. Попытка реставрации Гомельского замка 15-16 века. Феодальные усадьбы Великого княжества Литовского. Ну а также определенные образцы новых домов, коттеджей. Головное и самое складанное у архитектурном макетовании, как означает автор, это уседливость и терпение. Часом над объектом доводится сядеть по 6-8 годин, не адрывающийся. На створение одного такого макета у середня майстру потребуется от трех месяцев працы. Усё залежит от складанности деталей у тым лекутых, які рухаются. А так само – полёту фантазии. Антон Базиленко признается, ни один его эскиз еще не был в особленную житё у стопроцентной отповедности с першопожатковой задумкой. Бутяковые идеи завсёды приходят и подчас творчего процесса. Треба отзначит, створение этих миниатюрных сбудований, а життя является выключено с натуральных природных материалов. Мы ничего практически стараемся не закупать, не приобретать. Это вторая жизнь вещей. То есть мы находим рейки, планочки, распускаем их. Ну, а в основном материал – это сосна. Ну, или просим знакомых, которые работают на лесопилках. Вот именно из отходов это дуб. Ну, и иногда нам перепадают ящики из магазинов. Там мы можем встретить уже граб, бук. Зараз у объединений по интересах, яким керует Антон Базиленко, займается больше за полсотни ребят. И они хоть и не примали правый удел у створений, не представленных на выставе макетов, однако подтримливали своего творчего наставника морально. То, что дети с великим задовольнением наведывают занятки и мкнутся переймать умения и навыки майстра, отзначают и его коллеги. Причем конструировать любой замок, нужно знать элементы черчения, знать элементы пространственной композиции. Очень нужно знать сочетание цветовой гаммы, чтобы эта область как-то смотрелась. И вот это все чувство нужно умело и тактично передать нашим деткам, с которым мы занимаемся. У Антона получается очень хорошо. Он все детям поясняет, объясняет, дети с удовольствием слушают. Меж тем, выхованцы Антона Базиленко так само не отстают от своего талиновитого педагога. И они примают активное дело в конкурсах и могут уже зараз похвалиться добрыми выниками. До того ж, у них есть любовь до працы, а так само жадание и мкнение до саморазвития. А гэта, на думку майстра, бадай головные умовы для поспеховой реализации творчего потенциалу. Вероника Ворошилина, Валериха Панько, телерадой компания «Омель».